Как Россия отмечала День Народного Единства? Мы, Русские, Смирьков! Газманов из-за лентой маскирует пуховик за 300 тысяч рублей. На костылях, без лечения, после ранения, на фронт. Он на передовой. Как это все выглядит, я не представляю. Кто станет президентом США? Ответ дал код из отрядов Путина. Все знают, что в Америке выборы фальсифицированы. И наш код расскажет, кто победит. Всем привет! Меня зовут Юлия Корт, и это программа «В тренде». Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости, показываем интересные видео и развенчиваем фейки. Вчера Россия отмечала День Народного Единства. Путин прогуливался на Красной площади. После возложения цветов Путин пообщался с детьми российских военных и участниками молодежных патриотических организаций. Во время встречи он потрепал по плечу, обнял и поцеловал 12-летнюю дочь пилота вертолета Ка-52, Василия Клещенко, погибшего в апреле 22-го года во время боевого вылета в Харьковскую область Украины. Путин оставил девочку без отца, начав войну. Ее отец – полковник. Он был, как заявляется, одним из лучших вертолетчиков страны. Не раз участвовал в парадах победы над Красной площадью. Кремль позиционирует 4 ноября как символ сплоченности российского общества вокруг патриотических идей и государства как такового. Риторика пропаганды в России стала еще радикальнее. Теперь единство преподносится как готовность отдать свои жизни якобы в интересах страны. Минобороны публикуют ролики с военными, которые представляют разные народы. Но называют себя почему-то русскими. В школах и детсадах массово изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для военных. Вот в Красноярске, Петропавловске, Камчатском и Нижнем Новгороде власти установили праздничные пункты отбора контрактников на войну. Но даже несмотря на тотальную пропаганду, 47% россиян считают этот день незначительным праздником. Выходят нашествия по указу властей. Мы русские! Знай его! Мы русские! Знай его! Мы русские! Знай его! В Нижнем Новгороде на дне народного единства пропаганда войны дошла до абсурда. Манекен солдата ВСУ положили среди праздничных палаток на главной площади города. Мы создали, что здесь шумер в Комице. В Комице 5 классов до 1017 года. Здесь даже без знания украинского языка, ну понятно, вот русские упыри пытаются пройти ремангалом, а вот добрый свет на эльбе украинские украинские, они всех спасали. Из праздника сделали сцену для ненависти. В одной из палаток лекторы утверждали, что вся идентичность украинцев построена на том, что мы не такие, как русские, а посетителям предлагали сфотографироваться с гранатой и подписать контракт с Минобороны. В Петербурге на выставке трофейной техники Беклов заявил, что Финляндия всегда жила за их счет. В результате двух этих машин, машин смерти, всего-навсего три украинского производства. Остальные все, это американцы, Канады, Европа и даже Финляндия, наши соседи, которые, в общем-то, всегда жили за наш счет. Пришедшим на выставку раздавали агитационные буклеты о контрактной службе. Также на выставке кормили обеспечивающих Финляндию горожан гречкой, с лопатой, с полевой кухни. С начала полномасштабного вторжения России в Украину различные российские организации потратили на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи по всей стране около 91 миллиарда рублей. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Зет-патриот Газманов на крестном ходу в Нижнем Новгороде, одевшись в амбундирование от Прада, пел «Россия вперед!». Кортку и шапку итальянской марки узнали все. И как бы Газманов не пытался это скрыть. Кортка Газманова в сумме стоит 300 тысяч рублей, а шапка на сайте Прада – 420 евро, более 45 тысяч рублей. Ну а его помощники снимали эту встречу на вражеский айфон, а потом просто перекрестился и русский поп простил Олежке все грехи. Российский истребитель пятого поколения Су-57 высмеяли в китайских соцсетях. Су-57 прибыл на авиационное шоу в Китае и стал очередным позорищем. На нем невооруженным глазом видно недостатки конструкции, болты и несовершенство фюзеляжа. Лучше бы не позорились. Это очередной раз свидетельствует о трудностях Российской Федерации с массовым производством современных истребителей. На костылях без лечения, после ранения, на фронт. Жена оккупанта жалуется на командование ее мужа, который не выходит месяц на связь. Он жаловался, что до сих пор он не может наступить на ногу и уходит на костылях. Сейчас до меня дошла информация, что он на передовой. Как это все выглядит, я не представляю. Ну, в России можно все. Да, они же просто забрасывают мясом. Правда, которую тоже не ждали. «Зет-эксперт» жалуется на российское командование и говорит о критических людских потерях на фронте. Говорит, я единственный у кого, ну, из его слов, я единственный у кого руки-ноги на месте из первого набора, получается. Вопрос в другом заключается. Нельзя нести такие потери. Людей нужно беречь. Это живая сила. Это очень частичный человеческий ресурс. Ну что ж, назад в 90-е. Россия возвращается к бартеру. Минэкономразвития выпустила даже специальный навигатор по бартерным сделкам, чтобы компании обходили проблемы с налогами и банками. Все это из-за проблем с оплатой. Компаниям пришлось обменивать нут на мандарины, а чечевицу на картошку. Саратовская компания уже обменяла 15 тысяч тонн нута на мандарины и рис. В России Новый год на грани срыва. Мандарины-то закончились. Поставки из Марокко в текущем году практически прекратились из-за сложной политической ситуации и санкций. Фрукты дорожают, а россияне начинают от них отказываться. Это ж не впервые. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками. Та же история с маслом. Его же просто нет. И нет, я не устала о нем рассказывать, потому что каждый день все интереснее. Импортное масло, которое Россия попросила у Арабских Эмиратов, оказалось украинским. Я чуть не понимаю, о каком сливочном масле говорят, что типа у авиа будет помогать сливочным маслом, если вот мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Вот, в Украине. Тут, ну, я не знаю, здесь немецкое масло продается, украинское. О каком своем масле тут можете речь? Но я не знаю, на что они рассчитывали. Кто-то видел, что в ОАЭ находится луга с сочной травкой для коровок. Не видели? Ну и я тоже. Они думали, что арабы в пустыне масло срывают. Оказалось, все просто. Они покупают его у Украины и перепродают втридорого. Это ж финансирование ВСУ получается. Диверсия. Мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Ну все, русский сейчас как поест украинского сливочного масла, станет бандеровцем и сразу заговорит по-украински. Они уже настолько поехали кукухой, что все, что им запрещают, сразу становится небезопасным. На этот раз Константин Эрнст, тот самый, который руководит замбоящиком в России, сравнил Стива Джобса с Гитлером. Заявив, что изобретение айфона разрушило мир человеческих связей. Я считаю, что айфон чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть человеческих, мир человеческих связей. То есть теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните им. Видя в смартфонах угрозу для человечества, Эрнст добавил, что теперь общение свелось к смс и звонкам. Какие же вы лживые, брехуны, пропагандисты. Ну слов нет. И что не сделаешь ради чемоданов с путинскими рублями. Да, Константин? Радует, что настоящие патриоты еще есть. Они не ведутся на путинскую пропаганду, которая выливается через ФСБшников, завезенных в Грузию специально. Грузинская оппозиция вновь провела митинг в Тбилиси. Тысячи человек выбрали свободу. Участники не согласны с результатами прошедших парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия «Грузинская мечта». 5 тысяч человек возле здания парламента. Они не боятся. Они хотят жить без России. Пока в США голосуют на выборах, в России отряды Путина уже знают, кто одержит победу. Нет, они не проводили опросы, не следили за подсчетом голосов. Они спросили у кота. Скоро выборы в Америке. Мы не знаем, кто победит. Трамп или Харрис. Но мы сейчас разберемся. Все знают, что в Америке выборы фальсифицированы. И наш код расскажет, кто победит. У нас есть код Арчибальд. Он обладает даром предвидения. И сейчас мы не знаем, кого он выберет. А вот Семен Слепаков продолжает радовать нас своими саркастическими песнями. В своей новой ООН в очередной раз высмеял и риторику российских чиновников. Давайте послушаем вместе. В общем, к чему про Педиди всем вам решил рассказать. Чтоб каждый из вас наглядно увидел, куда их катится Запад. И пусть у них флоу качает, и более годный рэп, но ценности их мельчают. И нету духовных скреп. Не то, что у нас в России. Не пляшут здесь в голом виде. Здесь ценности есть святые. И богом посланный лидер. И люди живут прекрасно. И нет никаких Педиди. А если вы не согласны, сидите и не Педиди. Сидите и не Педиди. Сидите и не Педиди. Иначе с вами случится то, что с Бибером сделал Педиди. Сидите и не Педиди. Сидите и не Педиди. Сидите и не Педиди.